Наука допускает, что порталы между мирами могут быть расположены и на Земле. Современные исследователи считают, что входы в иномирье расположены в пещерах, оврагах и ямах. Есть места силы, есть места очень странные попадания в другое измерение, даже, скажем так, попадания в какие-то пещеры. Стоит вам немножечко, три метра пройти, вот, скажем так, вы прислонитесь к какой-то стене, и вы попадаете в другую, даже вы в пещеру попадаете. То есть, вот с вами будет так. В таких местах грань между мирами очень тонкая, и иногда за нее удается заглянуть. На физическом уровне они, как правило, представляют собой треугольные области на разломах земной коры с мощной геомагнитной аномалией. Есть такие порталы, есть такие, значит, скажем, ворота в параллельном двери, ворота, назовем как угодно, оконца, вот, в параллельный мир, где вы можете все увидеть воочию, то есть, что происходило на той или иной территории. Например, в Ленинградской области таких мест очень много на самом деле, и именно там, где шли бои, то есть, я не просто слышал, я и даже наблюдал такие вещи. Один из самых необычных случаев произошел с Михаилом Филоненко в городке Павловске, прямо посреди Дворцового парка. Был ясный полдень. Вокруг гуляли туристы, бегали по дорожкам дети, сидели на лавочках влюбленные пары. Михаил и его друзья решили сократить путь и сошли с аллеи на узкую тропинку. Неожиданно все вокруг резко изменилось. И вот, когда вошли на тропу, каким-то образом, вот, не бой, но то, что там стояли, скажем так, вот, патруль, немецкий патруль, вот это видел я сам. То есть, там стоял немецкий патруль. Боя никакого не было, ничего. Я даже сомневаюсь, что в том месте мог быть какой-то бой, то есть, именно вот, в месте вот этого парка. Но то, что там стоял летом, днем, около 12 часов дня, немецкий патруль в полной форме, это я увидел. Это было, это был просто ужас. То есть, и они смотрели на нас. Немцы явно заметили Михаила и его друзей, однако никаких действий не предприняли. Ребятам удалось хорошо разглядеть жесткие, даже жестокие лица фашистов, их слегка помятую, не слишком чистую форму. Несколько секунд русские парни и немецкий патруль смотрели друг на друга. Шаг обратно на дорожку, и картинка снова резко изменилась. Вокруг снова сияло солнце и гуляли туристы. Сперва я подумал о том, что, может быть, снимается какой-то фильм, может быть, еще. Но ничего подобного не было. Не было никаких рядом, скажем, никакой, значит, машины, никакой, скажем, ничего. Ничего не было, никакого света, ничего, что ознаменует съемки с собой. То есть это были не съемки, это было конкретно... Михаил уверен, это не было миражом или галлюцинацией. Скорее всего, друзья случайно заглянули в портал между мирами. Однако заветные грани, к счастью, не перешли. Иначе все могло бы закончиться гораздо хуже. Я не знаю, что бы было дальше. Я слышал, что кто нарушает, кто идет на пролом, они даже могут что-то сделать с человеком. И несмотря на то, что они находятся в параллельном мире, они могут даже физически уничтожить человека. То есть из-за современного мира. То есть были такие случаи. Или с собой его как-то взять. Поэтому это очень опасно. Говорят, ребята, давайте не будем трогать то, чего мы не знаем. То есть имеется в виду, сильно туда не залазить. Подобных случаев хроника аномальных явлений знает много. Внезапно будто открывается окно в иной мир или время. И обитатели обеих реальностей потрясенно смотрят друг на друга. Это происходит довольно часто. Очень много свидетельств, как вы знаете, афишируются. Люди что-то все видят, что-то слышат. Это как раз и есть переходы к нам из непроявленных миров. Так называемые миры непроявленные, которые нам не видны. Исследователь Николай Кочуров полагает, что создать искусственный портал в другой мир невозможно. Все переходы только природные. И управлять ими человеку не под силу. Однако некоторые люди больше остальных чувствительны к подобным явлениям. Иначе как объяснить тот факт, что некоторые из нас с другими мирами сталкиваются неоднократно? Михаил Филоненко испытал все прелести контакта с иными измерениями не только под Петербургом. И вот в Северной Осетии есть такое Иравское ущелье. И там есть городок мертвых. Это городок мертвых, который видно. Его видно, когда едешь, его видно, что он стоит прямо на горе. Но как-то туда нам нужно добраться. Вот мы решили с турбазы, внизу турбазы, в один прекрасный день добраться до этого городка. Стоял очень прекрасный солнечный день. То есть было солнце. Ясная погода, не предвещающая ничего плохого. Михаил и его друг Юрий стали подниматься на гору. В небе не было ни облачка. Вдруг, когда они уже были на подходе к городу мертвых, у них на пути возникла некая субстанция, которую парни сначала приняли за дирижат. Но это оказалось странное и довольно плотное облако. Оно двигалось прямо на них. И мужчины очень быстро оказались в полной темноте. Неожиданно перед ними возник один из каменных дольменов города мертвых. Парни протиснулись внутрь, сделали несколько шагов. Я решил продвинуться дальше. И вот когда я начал двигаться дальше, вот эта площадка, которая была от окна, от окошка, она вдруг как бы резко заканчивается. То есть я двигаюсь, и ногами я попадаю, значит, я ощущаю, что я падаю, и я попадаю где-то сантиметров 70, может быть, даже метр. Я попадаю как вот в какой-то второй, на основании какого-то второго этажа, или первого этажа, будем так говорить, на второй этаж, значит, попадаю на основании первого этажа. Михаил провалился в странный красно-серый кисель, в котором плавали чьи-то берцовые кости. Пугающая тишина стояла вокруг. Он почувствовал, что начинает все глубже погружаться в ужасную субстанцию. Мужчина стремительно терял силы. Я думаю, если бы я испугался, если бы я позволил испугу войти в мою душу, страху войти в мою душу, я думаю, что я притянул бы каких-то нехороших сущностей, нехороших каких-то, скажем, энергетических существ, сущностей, я бы притянул. Но я все время себе говорил там. А потом я как-то прекратил так говорить. То есть я все время себе говорил о том, что страх притягивает грязь. Не бойся, не притянешь. Вот и все. И вот как-то хорошо, хорошо. К счастью, его спутнику Юрия удалось вытащить друга на твердую поверхность. Его джинсы покрывала густая и теплая слизь. Юрий сбегал в ближайший поселок и купил другу чистые штаны. Стоило Михаилу переодеться, как его испачканные джинсы буквально испарились на глазах. И вот мы спустились. Вот когда мы уже дошли до турбазы и на нас дико посмотрели, то есть вот тогда уже нас никто не искал. Но когда мы пришли, то есть в ужасе, я помню, что вот это вот, значит, администратор турбазы, она вот открыла, боже, вы живы? То есть вас уже, мы искали вас уже в первый день. А уже-то прошло три дня, то есть трое суток уже прошло. Не три дня, а трое суток. То есть прошло трое суток, а на наших часах было четыре часа. Ну то, что прошло четыре часа. Иногда скачок времени – единственное свидетельство того, что человеку довелось побывать в другом мире. Попав туда, он не замечает ничего необычного. Та же природа, погода, время суток. Но по возвращении может оказаться, что прошел не час, а несколько лет. Или наоборот. Вероятно, время в иных мирах течет иначе. Михаилу повезло. Время в том мире, куда он попал, текло не намного медленнее, чем на нашей Земле. А ведь известны случаи, когда люди попадали в иное измерение, жили там много лет, возвращались глубокими стариками и с ужасом узнавали, что в родных краях прошло всего 10 минут. Возможно, именно с такими феноменами связаны случаи внезапного появления в нашем времени людей из другого времени. Такие люди могут появляться как из будущего, так и из прошлого. Поэтому они, на взгляд, так сказать, современников, ведут себя не совсем адекватно. То есть это могут быть люди из прошлого, скажем, из 60-х, 70-х годов. Естественно, для них сейчас, то время, которое сейчас, для них будет оно немножечко дикое. Это могут быть люди из будущего. Для них тоже, скажем так, так это время будет не совсем адекватным. В этнографическом музее заповедники Коломенское хранятся записи об удивительном событии начала 17-го века. Внезапно из Велесова оврага вынырнул отряд татарских всадников Девлет-Гирея, который ходил по ходам на Москву. Татары под пытками показали, что во время сражения они пытались скрыться от врагов в овраге, где попали в странный зеленоватый туман. Провели в нем несколько часов, а наружу выбрались через 50 лет. Еще одна загадочная история – это исчезновение двух крестьян, которые еще до войны с Наполеоном ночью отправились через этот же Велесов овраг в соседнюю деревню воровать яблонки. Попав в зеленоватый туман, они вышли из оврага через 21 год. Мы думаем, что это другое измерение, может быть, это Земля, но это, по сути дела, попасть на другую планету. То есть есть такие места. Я сам исследовал несколько таких мест. Они есть на Алтае, они есть в Ростовской области. В Ростовской области несколько таких мест. Это просто даже странно и очень даже страшно, потому что есть места, есть такой там город Аксай. Вот там в Аксайе это, и в Азове, и в самом даже Ростове. И таких странных мест на территории России немало. Они разбросаны по всей стране, в полях, в горах, в лесах и в городах. Куда переносятся люди через кротовые норы? В параллельный мир или в иные вселенные мира нашего? Или же не нашего, а темного? Ведь если мы не можем видеть темную материю, то и населяющие ее существа точно так же не могут видеть нас. Однако в некоторых ситуациях контакт, вероятно, все же возможен, но лишь на энергетическом уровне.